Субтитры сделал DimaTorzok 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 в следующей игре инженеры шутки начались после игры типа гоу за банем, респект бан инженера сразу что некого было банить? опасно, да нет шутки просто опасный разбил лицо двоим ну да там нормально он так и гонял но потом уже пришло время настаканных зарядов на мульти и пошло-поехало так то да арахна кстати у них тоже, я смотрю, популярная заметить еще хотел на скримах два раза против арахна играли но я так понимаю арахна у них контрпик все-таки ревенору я бы не сказал что это у них сильно вот на скримах мы проиграли ревенору арахне когда мы с рея играли, они нас выиграли а тут что-то не получилось наверное послабее не, ну тут флакс просто очень много решал там, понимаешь, вот когда джеки играли у них тоже ревенор хорошо входил там шеди очень быстро убивал двоих, троих но когда вот они начинали его расконтроливать то есть арахна там сбок убьет еще кто-то ему подпихивает а у нас, мы как бы обстановку создавали для ревенора специально то есть там не убив Джупитер и оставлю ульту на Баблс и они убежать убежать не могут просто от ревенора да, да, да в этом вся и тема то что вы их держали на одном месте а вот такого именно таких таргет скиллов как флакс и Баблс вот у джеки не было поэтому эти пацаны все постоянно разбегались и они спокойно могли расстреливать сдалека вот, а тут сразу флакс ультует замедлене ты ставишь ульту ревенор туда врывается и бьет кабины на самом деле там смешной момент был когда я вещи под тавером курицу заснайпила башня и за вещами возвращался это очень смешно было на самом деле когда мурья нумер я даже не знал что он там есть так, самый прикол то что они такие вроде за тобой собрались испогнаться потом дайдем да ну нафиг пришел под тавер да, ну на самом деле они правильно сделали потому что я уходил я спрятался в этот, у меня был четвертый рейк и кавер я спрятал, тогда еще плюс пока было спокойненько ушел я только не понял зачем туда мурьян пришел а, он сказал что он спасать меня пришел ну да спасать бабла отличная идея преисподня ставит паузу что, пройдемся по пикам, то пока еще не обсуждали да, давай что у нас посильнее будет ну вот мне больше пик нмг наших нравится что-то более активное плюс выход влияет хороший у огров это огров же, да? там больше такой скажем, если выстрелит в начале очень сильно да там трейн то они могут и не остановиться а вот если не выстрелит у них проблемы большие да, там кланк всех расстреляет против кого там играли ну вот первая игра была очень интересная мне казать, Ома описывал ее когда нмг играли против ризинга в первую игру там у них магмус ну вот этот суперкоги просто взял и ушел оставил героя отдал контроль и ушел когда у них счет был 12-1 по-моему в пользу команды нмг вот тоже там кланкс был магмус еще что-то такое вот и там потом в конце уже были битва кто этот трон запушит в общем ребята в принципе нормально смогли поиграть против риас на уровне гмг не смогли вынькать да, риас нмг гмг да и нмг тоже ну гмг да тяжело тяжело интересно через трифт волкер или дионера играли надо учесть трифт волкер видимо соломит потому что у нее счет 12 при 11 мидас спеллшарб полный букет да мне кажется это не мид это изи лайн был даже изи лайн трифт волкера а доктор репульсер мид был ну вполне возможно ну смотри 1 0 14 доктор репульсер мне кажется вполне возможно что др просто прилетал на ганге не, а рифт волкер так-то себя комфортно соломит чувствует достаточно рейнджа атаки позволяет а, ну следующая игра вот рифт волкер уже как саппорт был в общем ладно пока что-то так эти паузы немножко накаляют вроде можно за 2-3 минуты рассудить кто куда пошел тут что-то долговато походу дело огры никак не могут оправиться от поражения от мека нежданчик им такой по щам прилетел мы даже на самом деле не знали против кого нам предстоит играть я лично за инс сценой не слежу поэтому я мне говорили что резингейминг сильные ребята мы поиграли с ними скримы и ну как бы видим что да сильные очень есть куда стремиться кто такие огры мы в принципе не знали поэтому просто в свою игру пытались играть и все ну это может вспомнишь таких пацанов как Арчи Тайгер Арчи Тайгер конечно я же с ним в одной команде играл Арчи Тайгер Эдро они же с нами вместе играли да 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 ну вот они когда развалили команду вот Масера ушел вот они сейчас какую-то такую солянку сделали Масера Инсани Денвер Про остальных ну вот знаю Масера Аора и Денвер Про вот этих троих я знаю а остальных что-то вообще первый раз вижу а кто такой супер круглый джуниор это я так понимаю какой-то интовик не это парень Роуш у него ник раньше был нет Роуш не играет он же там ну это не он Денверинец по-моему разве нет он же давно не играет в фон ну если ты про того который Данила да да то да это другой молодой опа что-то тут начали этот сведом отопругаться литературным тут пытаются написать хэх а я не могу не понимаю на ком он я тоже я вижу только квадратики да ладно опять что-то тут пишут это что русский что-ли да Скорее всего кто-то этот рассказал им как это делать фризонер не светится незачет не конечно жесть травируют романсер справился на виде кстати олдскудный такой помню мы раньше смотрим так пиромансер старая старая тема но пиромансер очень часто не выживает мне больше нравится признан его конечно посильнее связка больше контроля больше контроля кстати у выбросы и пиро там два страна против одного но по подымать мне кажется нет я имею ввиду то что если признанер кукнет там зеленка стан и привет смерть в чем призывах у компа хп наверно первым отчетов снисал по босса по боссу кольцо это правильное решение но поколение ща хотя бы не будет так сильно получать по голове у него там вот так въезд у нас признана о хорошего ой какой хороший будет хук будет хук будет хук пиромансера вообще отличный въезд да 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 въезд вообще замечательный непонятно что происходит надо гнаться за пиромансером надо еще отличный никитон просто показывает чудеса зеленых скилов мастера фармса но тут ничего не будет и думаю да экшен такой хороший надо устроили они хорошую показуху тут жаль конечно что товар начал бить крипа и у нас спокойно смог пиромансер убежать плоховато скрипка тролем сейчас у супер коги мангмана избивают чуть-чуть совсем магмус тому что можно на тупик потратил 2 стана проюзил против чипера стоит самом деле чипер то сейчас может его и наказать за то что у него маны нет да по сути дела не убежит чипера дэмэджи достаточно уже даже чтобы на третьем уровне наказать если прохарасить правильно ну там есть батарейка это тоже не фигня батарейка не заряжена вот чипер уже начинает показывать что он пойдет вот тут запулены манглус у меня очкует как пэблс можно попробовать по поводу по голове дать можно за единох и карты гаунт не так там колдун стоит наверху так стану хук почему нет вот сейчас ну да я вот тоже думаю хотя маны на кире не хватит призанера без гири тоже пяшка был хотя бы можно дать зеленочку поджечь чуть-чуть пробоваться хотя у него там есть фласка на соточку поэтому думают лучше не стоит лежать так что у нас там у бодяна 11 3 чипер 10 3 пока у нас без каких-то происшествий xpn видно то что за счет паразита у нас побольше почему не хукнуть потолок раскрыт вы подошли ну я бы попробовал сейчас на самом деле не считать рядом стоят не очень выгодно вот сейчас стан их уход да 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 понимаю вот на реке стоял поболос стану хукли чуть не были вообще более просто действительно вот сейчас можно попробовать первая цена там почему нет ребят думаю почему почему так неактивно вот сейчас настолько моментов до моментов поляр уже давно уже без стандарт попробовал почему такая хорошая позиция просто идеальная полу приматность тут воевал с чипером потому что все полезно выкупали тата татарки сейчас пробоваться а у кого-то не хватило пара но это уже реально передержали надо было атаковать раньше макмус там полезно уходит вообще даже 5 батарейки об чем получит а чего боится чипер нет на самом деле две ракеты две ракеты две ракеты с 7 уровня почему чипер боится его потому что думает что рядом кто-то есть через вард идет мастера фармс на хосте ну да ой-ой-ой кланкс тут нормально зашел по это этот русский кланкс калашников смешная собачка макмус просто получает уже с руки от чипера вот сейчас можно попробовать сделать пул почему нет не знаю что то сейчас будет просто въезд от пебелса скорее всего спермансием накроют мне как то этот призонер вообще не нравится вот въезд признера выходит паразит лоу он просто да вместе улетели так смешно признание побольше но какая то пассивность от никитона и медиа команды ннг обувь изначально был сильнее сейчас уже посажены нет что вы не могли макмуса макмуса 5 зарядов батарейки грн чиперчик получит шестой а вот бутылка перетела мау макс да это конечно печально то что так сильно проиграли свой мид но пока не так нет на самом деле уже сильно проблема в том что они виталщики должны были проигрывать выигрывали даже сейчас п п п п вот так вот так вот это было сделать почему почему нет стадо они воркопаху добьют не на счет более менее хоть что то сделать потому что уже просто даже немножко бесить начало то что такая сейчас можно охупать было по боку вот сейчас но кухни ты по боксу куда вылетел что да что то очень печально сейчас в команде нмг что там у нас кванкс кванкс 266 гпм ну я не знаю разве так должно быть два пути в одного стоят ну они его не убивают он вроде фармит пыль то есть чего не убить уже одну поюзали видимо пытались да они его пытались убить мосера не дается а куда кстати делся адрол арчи арчи в инактив насколько я знаю адрол что то там играл играл по моему сейчас доту перебрался но это я точно не знаю насчет адрол арчи инактив понятно ну что то вроде с вами поиграли поиграли потом бросили это занятие да так это же давно было очень ну да я потом еще успел поиграть в Итс в джейкей где только еще потом не поиграл ой лол неужели это так давно да это было еще до того как я играл в джейкей я же там весной весенний сезон за джейкей играл потом на хон тур мурен камбэкнулся мы решили а ну да там типа команда разваливалась потом собиралась да команды не было блюшки отдали команду и он там каких-то рандомов постоянно набирал и играл с ними у всех кап даже блеса звал я помню анатолий 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 это легенда анатолий это легенда наконец-то гоу вот объясни мне топовый мидер вот как так получается что допустим ты даешь стан пэблсом и противник стоит рядом с кучей крипов и они все равно выкидывают именно героя анатолий 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 выкинул героя и может как-то чувствует я не знаю обычно даже в толпе крипов можно позицию нет это понятно можно все везде можно нормальную позицию сделать но когда вот просто при куче крипов парень берет и выкидывает того нужного персонажа который нужен это действительно круто локтуски вот так у нас выход на брезионера на этот наверное майн 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 а здесь там попытка ой что что за даст попытка убить мэтменов О, ТП-шка, вот эти классические интовские ТП-шки, они вообще не задумываются. Пилами перепилила Глациус пополам просто. Так, так убивать надо сейчас чипера. Летит, летит, Кланкс. Побежит, умрет дальше. А, он все равно умрет. Все равно умирает Кланкс. Да. Ну, 12 хп-чипер. Это печально. Очень сыграны в этом плане интовские команды. Там сразу по 6 телепортов идёт. По 7, по 6. Не знаю, откуда они их берут постоянно. В прошлой игре. У вас в последней игре тоже так казалось. Откуда вы эти телепорты берёте? Вроде силка там без ТП бегает. В пах, в Teamfight силка прилетает уже. Графт бы куда-то. Да ну, там въезд на миди. Да ну, просто. Ну, цепляется, как это грамотство. Графт бы куда-то. Графт бы куда-то. Врухопаху его. Не знаю, где-то там ТП у силки нашёл. Там был один замес, когда все уже умерли. Ну, я умер, а ещё ТП умер. Там силка приходит и разваливается. Остался. Там секунд 15 только прошло. Не, ну, было такое он. Начался замес. Там силка опа, граппла. И полетел в бой. Ну, там его потом... Это был Боинг где-то на боте. Да, и его потом в таверне зажали. А так я заметил, что Спидман любит врываться. Купил ПК и всё, почувствовал себя сильным. Но пошёл врываться в Бабблса. А там ТП от Нимфоры с ДР. И ему объясняли, что он здесь не главный. На самом деле, ТТП от Нимфоры так смешно было. Я иду по вражескому лесу. Просто там этот... А, на миде въезд. Каков всё убивают. Да, хорошо развалил. Уцепляют Признера, паразиту. Билами перепилили его. Убили мастера и пойдут загваться с ним. Просто... Вочи бирд. На. Просто не жалея сил. Развалили пацанов. Ну, 3500, так-то, за Ограми. Не так много пока что-то. Не так много, но, как я уже говорил, с их пиком, если поперёд, то... Сейчас они не будут отпускать уже. Тут Бадян стоит, выжидает. По НТП Булс на гастах. Я презираю такие вещи, на самом деле. Мне немножко непонятно, почему Магнус ни разу не пришёл со своей линии. А у них же есть Магнус, точно. Это так. Ну, может... Ну, я не знаю. Он купил Вестминцы, вот у него было 600 копеек, да? И ещё плюс сотка, 700. Нет, 600. Я вот... Думаю. Я на Магнусе играю, ощущается такая небольшая нехватка маны. Я всегда стараюсь покупать просто с АПГ Грейфлоки. Вот всегда. Угу. А он купил Вестминцы и... Не знаю... От того, что у него будут Вестминцы, у него хп больше не станет. Там лишние две тысячи с руки ему нанесут и добьют его. А если он купит на ману что-то, он будет... сможет гангать больше, там, не знаю... Два-три штана дать за взамен. Естественно, умрёт. Если его захотят убить, его убьют. Надо из этой логики исходить. Да. Вот он пришёл сейчас на мид. А тут чиппер с хастой. Нет, странно, он просто пришёл и встал на реке. Посмотрите, какой я фиолетовый бычара. Два тп, посмотри на эти красивые телепорты, не так понравится? Да, да, да. Он прославил его, пытается убить чиппер. Дабл стан, Магнус пытался хастовать ульту, минус три. И ещё убьют Квадсул с мёртвой. Я думаю, убьют. Да, пытается ещё и догнать Клангса. Клангс, ну, кому-то... Так, Квадсул с мёртвой, я думаю. Ну, да, да. Он должен умереть. Швырнули пиромайсеров Клангса. Да, ещё и бур Клангса. О, пять в одного. И эта команда задавила его под пять переталок. И только поэтому умер пиромайсер. Феноменальная игра на сквыре. Да, потому что пиромайсера просто швырнули. Ну, кстати, нисколько свырнули, сколько он сам зашёл под пиритом. О, интересно. Чиппер хотел сделать телепорт. Понял. Чиппер собирался сделать телепорт прямо под носом своих врагов. Вот, хороший пул. Ну, надо убивать, конечно. Ну, да. Пин Саня немножко. Переоценил свои возможности. Ну, вот. Попёрзла у команды. Ограб. И всё. Начался сноубол. Тут, кстати, паразит видишь, даст, купил. Пиромайсер сейчас сцепится с Моа. Странно. Долго думал пиромайсер. Промазал. Не попал. Не догонит тира. Уже он на стилку в бусах. Ну, тут руна Оригена, руна победителя. Ну, я думаю, ещё пару тимфайтов. И если я... Поразит в инвизи, смотри, бегай для Моа. Хочет, хочет Моа. Сейчас, наверное, будет брать. Ммм, да. Моа его. Я просто долго вычислял по карте, где же у нас Моа находится. Идиот! Так. Гудбай, Идиот. А зачем... А, кончил себя вертолётик. А Мэдмена же не убьют. Быстрых не разгладишь. 1200 хп. Масло пошло, ракета. Мимо. Ракета в цель. Билы. Ой, закайдил. Успел стандарт, да. Жив-цел орёл. Да. Немножко не круто то, что так сильно вырезают. Сейчас команду НМГ. Ну, они как-то пеблсы почему-то хорошо. Не знаю, как так получается, но пеблс держится пока без ПК. Они его как-то так держат. Понижают ему голду регулярно, он умирает. И ещё не может приобрести себе. Примечательный архефакт. Да я даже не в пеблс сидела. Призионер должен был выигрывать этот мид. Нет, они должны были... Там не было опции поражения. Почему-то она получилась, я не понимаю. И им же даже паразит не гангал мид. Ну, с вражеской стороны. Да, они сами произразились, сами себе проиграли мид. А чипер сделал телепорт, пошёл телепорт. Ну, смотри, пеблс опять умер. Сейчас же немножко всё разноцветное. Вот это за это сейчас можно наказать магмус. А, нет. Ну смотри, пеблс опять умер. И опять он не купится в порталке. Надо башню на миде, кстати. Так же умер у нас Призионер. Смотри. Два мидера постоянно умирают. Башня в 17 хп стоит. Я вижу. Никто не видит, наверное. Кланыш пока такой слабенький. Одинаковый гпм, кстати, у мидеров. Смотри там. Вообще. Ага. Люди держатся друг за друга. Кстати, смотри, паразит через Лекста Леоне сыграет. Ну, это на Интернешнале вроде как популярно. У нас Редженда любитель. У него новая манечка. Паби Лекста Леоне на всех персонажах. В лесу Легиона въезд в Паразита. Раскатал ульту Глацу. Ну, что-то Паразиту как-то побок. Нет, Паразит что-то там непонятно. Хороший стан. Будет хук. Будет хук в чипера. Чипер зря поставился на самом деле. Чипера должны убивать. Ну, чипер не так прост. Нет, ну чипер мертвый. Без вариантов. Нет? Что? Нет. И Бэбблс решил, что ему Портал Кей не нужен в этой игре. Так же это решается. Подожди-ка, тут же Мэтна. Нет, Портал Кей видимо будет. Опа. Ооо. Раз. Два. А вот и Портал Кей. Да. Все-таки Саня в этой игре побеждает. Супер Коги. Тем временем. Мастера Фармса за сплит пушу. Закрисил пушку. Те 17 хп, которые были у Таура. Закрисил пушку. Пока на Бэбблс. Долго. Дожди. Нет. Он купил пока на базе. Продал. Пил арбуз. Шопик. Продал. Ильцаря, ты пьяный, иди домой. Я вижу, за сегодняшний турнир Ильцаря поиграл на многих ролях. Типа Кейрилл. И помидировал. Что там? Он еще играл. Аня на Баблс, он тоже мид играл. В итоге, так, чипер с изилайна становится более-менее таким саппортящим. А убийцей у нас Мэдмен становится. И 08 у него. А, 6. 1, 6 у чипера. По КП ему видно, что Огры посерьезнее будут. У Гогра вообще пока что-то не очень все. Так, Пеблс, на ПК. Но я не думаю, что я не могу проблем, чем я не знаю. Легущий Хеллборн, укрепил Легиону Товер. Укрепил Легиону Товер. Да. Укрепил Легион Товер. Там, вıllетесь. Укрепил Легион Товер. Там умирает Миромайсер, слева умирает никто. Глациус! Глациус! А куда Глациус пошел? На него дорога только в сторону базы вроде была. Так, что-то пытается. Кланг скайтит, ой, ловит стан. Да. Нет? Да. Не выживает. Мэтмен покупает дефлитов команд. Какая жесть. Просто уже по Т-3 залазит, но это издевательство. А как тебе, кстати, все-таки дефлитов команд на Мэдлене? Это круто. Я не знаю, у нас, помню, была игра тоже цикли во втором. Мы играли с котами. Может, даже круповой этап я не помню. И вот там такая ситуация была, что мы решили резко роли поменять. Там немножко олдскул вспомнить. Так же въезд на Магмуса. Хук двоих. Бэбблс минус. Паразит. Катапольту. Грандцев ауто. Ника Белич. Уграл автомобиль. Полетел, поехал, поехал. И поехал. Эх, не туда. Коги, не туда. В общем, у нас Редженда пошел в харду, а Пегас пошел в лес. И Редженда стоял на Мэдмене. Он купил себе Сакрипайшал Стоун и Кульдру на Мэдмена. Ну, у Редженда постоянно наркоманские сборки такие, когда он на харде играет. Типа, Мэдмен с этой, с иконой. Ты улюбленные. Сейчас в паблике на всех персонажей Декстолеонис покупает. Вообще на всех. Все на всех. Кем бы ни играл, да, он там Хроносом в харду идет, или сейчас ганги идут, приходит там с Декстолеонисом. Любимый предмет. Я что-то видел на Инте, модно Ревинору Декстолеонис не собирать. Мне нравится на Д2 Декстолеонис, по-хорошему. Пока все сделаешь с этим, пока поиграешь на этом пианино, то же самое, чтобы на Инвокере поиграть. На Инвокере в топе. В топ-3. В Мобо-2 игре. Стал бы, типа такого же героя. Было бы круто. Я катал 24 на 7 на самом деле, что там бы все катали. Вот именно в этом-то и проблема, что все катают. Получается, у нас 10-ти процентов. Пытается убить у нас Плоса. Вся команда МНГ пытается убить этого Плоса. Давай, продолжай, что ты там говорил. Я говорю про то, что сейчас же модно. Если ты играешь на Инвокере, то ты крутой парень. И школьники, которые иногда за меня попадаются, думают, что если использовать два скила из 10-ти, то это делает их крутыми. Там знаешь, санстрайк и кирпич, и все, больше они ничего не знают. Круто. Култ снэп, что там еще есть? Не-не-не-не-не, санстрайк и кирпич. Все. А, это все, это самое главное. Это все, да. Так, умирает у нас Глассиус. Зарвался. Плэнсоформер активейтед на Магмуса. Недолет небольшой. Пиромайнсер 246 ГПМ, Бризонер 242 ГПМ. Да, пока мы тут фигней страдали, о Инвокерах разговаривали, уже 16 тысяч преимущества за командой Огр. Даже 17. Даже округлять в большую сторону. Ну ладно. Уговорил. Мэдмен с таблетки, это, конечно, круто. Чиперт как-то, я думаю, у него уже должен быть его Staff of Masters. Ну как-то, не пошло дело, видимо. Может, Pebble тоже Staff of Masters соберет. Ну, вот, я считаю, что арсифакт не так плохо на Pebble, потому что, дело не в том, что он подкидывает трех людей, дело в том, что он их в одну точку стягивает. Это своеобразная стяжка. То есть, можно как-то использовать с чем-то. Ну, я не думаю, что своеобразная стяжка должна стоить 4200. Или сколько она там стоит. Ну, если эта опция открывается на героя, у которого, в принципе, такого, скажем, варианта действий не может быть. Почему бы и нет? Да. Чипер же собирает. Сотом не для демэджа, он собирает его, чтобы был бешеный Superior Magic Slow. О, через БКБ, через все на месте, останавливает тебя просто на месте. Да, там, потому что, инвалидность такая. Внизу въезд. Умирает Кланкс, моментально. Умирает паразит. Неравноценный размер. Потому что Кэрин, пасняка. Сейчас еще пиро должно беречь эту. Так. Бэблс. Бэблс. Швыряет пиромансеры опять. А пиромансер пытается кайтить, и у него получится это умер. Это через... Магмус скачает угол. А почему пиромансеры, почему не? Крин, пэблс. Так. От хороших хук. Просто 400 буха прилетела. Забавно. Кстати, со штурм спиритом пэблс. Ага. А что, не найдусь, что ли? Ну, очевидно, или что ли? Проверить. Опа, тем временем Асера у нас убивает тавр. Преимущество становится 21 тысяча. Убил таблетку, пошел фармить. Все нормально. А кланкс 248. Вот у... Честно, у пиромансера даже больше гпм, чем у кланкса. Если открыть гпм чарт, все печально. А медмен топовый гпм. Хардлайнер. Топовый пацан. Хардлайнер топовый пацан. У медмена денег, грубо говоря, как у признера в кланксом вместе взятый. Ну, у Fireblade, походу, хоть. Portal K покупает медмен. Да это что, уже просто топ-троллинг, что ли? Да, видимо. Ну, как с пылшарды на рифтволкер, в той деле, в которой мы смотрели, а то же самое. Тоже, откровенно страдают фигней. Джин, на пэбблсе, что он спирит. Ну, что он спирит уже у него был. Ну да, но это время еще прошлого замеса. Это такое, скажем, не для пэбблса, а что так. Ну да. Как-то я помню, на кланкса раньше в самом начале собирали этот маску в Мэндес. Так, потому что великие из два геймс его засунули в свой гайд, который сверху всегда висит. Почему нет? Нет, ну там... Нет, на самом деле доля, да, правда в этом есть, но Шанкин Хэд зачастую лучше. Не, ну когда ты позиционно просто вылетаешь с какого-нибудь кога и начинаешь расстреливать, куча молнии летает. В этом есть какая-то доля правды. Но зачастую, когда к нему прибегает какой-нибудь ревенор и убивает его с двух ударов потом, в этом, конечно, печаль, беда. Мэдмен выезжает за кланксом, а тпшка идет от пэбблса, он будет гнать на христе его. Так, пэбблс и сам справится, на самом деле. Да нет. Данц! Да нет. Такой здоровый пэбблс, руки у него большие, квадратские. Массера все-таки приложил чуть-чуть усилий. А, опять гем проиграется? Опять. Никитон поставил синий вард, отъехал. Все, чиппер, по-моему, наконец-то... Да? Да. Есть, поздравим чиппера. Став, как хорошо начал, поздно появился у него сотый. Так, хотят конгора забрать. Думаешь, это трудно? Да, я думаю, понадобится секунд 20. Так, тут у нас въезд на Мэдмена собирается. Стан, фук, гиря, ульт, ульт. Все просто в Мэдмена. На верочку. Да. 520 голды получает бацилус. Там смотри, мучитель, как больно нарезает конгору. Конгора был сломан. Подали инсане. Если ты у нас самый дохлый, забирай. Беплис. Так. Внизу чиппер сотна касается. Умереть, видимо, хочется. Возможно. Да, кстати, что у нас там по табличке? Можно посмотреть. Команда Кэтс и команда Джи Кей у нас занимают последние места. А Кэтс, РЖД Кэтс проиграли? Кэтс, вот как раз НМГ и проиграли. А как, там что-то про Техлуз кто-то говорил, я это помню. Да, да, да. Там вроде первая игра Техлуз была, а вторую они проиграли. А по какому поводу Техлуз опоздание или... Не знать, я не знать. Кэтс, что-то самое место. Да. Страшные дела происходят, на самом деле. Конечно, ЕГЭМГ, кто этого проиграли. Думаешь, как они в лазерата попали. Очень страшно. Этот турнир вообще страшный. Как-то всё и... Всё не так происходит, как все планировали. Мы тоже с поражения начали первую группу играть в Пламу. А, кстати, а кто вообще сейчас в камах играет? Кто все эти люди? Ну, кроме... Сейчас перечисли. Морж, 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 Куман, Тенди и Саппорт. Забыл, какой-нибудь там саппорт. Эмпас. Эмпас, вот. То есть там что-то хайп, а это Тенди, да? Ну, гет-зе-фак, да так у него ник. Да-да-да. Гет-зе-фак, хайп. Это Тенди, да? Да, я понял. Не знаю, не пущу, что это всё значит. Так, вот у нас съезжают в Плэблсах. Включу нас в сторону спирит. Дилы на визе. Досты. Предусмотрительно откидывает Магмуса. А тут, да тут у нас... Вот смотри, дилы на троих, все замедлены здесь. Плэблсах, живучий, толстый, живучий. Магмус раскатывает им тут. Парам-пам-пам. Ой, ужас. Билд, чипера убьют. Чипера убивают. Чипера на призонера поменяли. Бодян в это время, наверное, подофигел немного. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Активирует язык, он будет транслировать следующую игру. Вот как раз между НМГ и Ограми. Так что, милости прошу. Ссылка будет после моего комментария. Да и немножко я устал все-таки. Ты долго стримишь уже? Ну давай, сейчас скажу тебе, сколько я тут зависаю. 5 часов 31 минута. Неплохо. Да, такие вот пироги. Ты в принципе... Когда... Есть с кем посокастить. Вот частенько мне... Старсик помогал. Там иногда Шэдди приходил. Шэдди у нас вообще весело получается стримить. Ну вот тогда как-то время пролетает незаметно. А когда ты один сидишь, тараторишь. Это все оно... Долго. А если интересная игра... О, Мэдмен. Никитон сам испугался. Кстати, смотри, Мэдмен он уже с башером. Я уже почему-то думал, что следующий айтем будут спилшарды. Все шло в эту сторону. Какой-то понт спилшардов на Мэдмена. Ну... Такой же какой и Портал Кей с таблеткой. Ну Портал Кей... Это убивать Кланкса. У меня же есть логика. Так, теперь Мэдмен без мана. Клакс, Эльдер, Паразит, Парни, Парни. Стреляет. Не настреляет никак. Пока Батян не может нафармить себе. 300 кп. Пока все очень печально у него. Ну, нету аутер тавера. И зажали того, скупил Дэймоникс. И перестали дурачиться немного. Хотя 31 тысяча. 31 тысяча. Пока на чиппере. Там сколько Портал Кея. Раз, два, три, четыре Портал Кея. Паразита только нет. Я думаю, скоро будет. Мэдмен фармит лес. Коего команда там подпишивает. Нормально. У Мэдмена даже мармин нету, чтобы ворваться куда-нибудь. Не знаю, сколько замесов надо выиграть команде НМГ сейчас, чтобы перевернуть эту игру. И как это надо сделать вообще? Нужны шранкинхеды. Против этого пика нужны шранкинхеды на Кланксе, на Магнусе, на Призмире. Ты даже на Магнусе не обязательно, а на Призмире или на Кланксе мастхед. Это слишком много всего надо. Ну да, уже... Уже, да, нужно. Ну, нужно было хотя бы в ничью сыграть начальную стайлю, которую они очень сильно проявляют. Брэм. Конечно. Почему бы нет? Нездалеко от Спалшарда зашел на самом деле. Не, ну типа знаешь, маны не хватает. За Кланксом гоняться, ну типа там ПК, Энергайзер. Кстати, по-моему у нас на скриме, да, Платуфри, а Мэдмин купил себе стафок мастера. И там осознанное артефакт какое-то это было вроде. А может и нет, может и не на скриме, не помню. Недавно сталкивался просто с Мэдмином, с Сотмом, который 5 секунд живет и не умирает. А если, интересно, если во время этих 5 секунд на него повесят этот дазер свой этот плащик, он умрет? Да, он умирает в любом случае. А если во время того, как у него все хп из расходов, он начинает драться и его мортир, он тоже умирает. Кат英lor-урбирдинг. А мы лучше теряем. Она несталкивается Пол airplanesi! Что еще?! Потеряли всех. Не мч. В связи — D double онессер. Генурбиро не прот Во! Кл睡辦 схема! ...сvkendour б 잃ет! Да, да. Ну что, Федес, спасибо большое, что посокастил мне. Было очень приятно наконец-то избавиться от одиночества. Всегда, пожалуйста, обращайся. Да-да-да. Теперь сейчас будешь засланным агентом Казетеме на стрим. Да, там сейчас с Глебом что-нибудь разводим. Да, и мне вот интересно, а Казетема будет говорить или он будет молчать? Только мышкой двигать. Не знаешь? Ну и ладно, я тоже не знаю. Ну что, еще раз спасибо, я тебя отключаю. Давай. Ну что, дамы и господа, у нас прошел сегодня замечательный игровой день. Пока 0-1 в пользу Огров. Может быть, НМГ смогут отыграться против инг-команды, а может быть, не смогут. Это вы узнаете о следующей игре, которую будет вести уже Казетема на его официальной страничке. Это twitch.tv.com. Там также будет проходить розыгрыши и будет много интересных плюшек. Также после стрима он еще что-нибудь интересное сделает. И подписывайтесь на его группу ВКонтакте вк.com. Слэш Казетема. А с вами сегодня был Гришан Алак. Мне было очень приятно провести с вами это время, посмотреть замечательные игры. Так что, я надеюсь, вам тоже это понравилось. Всем спасибо и всем до свидания. Любите игру и катайте хончик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok